Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Сегодняшняя тема это колодки. Я вам сегодня расскажу одну вещь о которой многие, даже опытные автомобилисты, не догадываются. Есть тормозные колодки с индикаторами износа электрическими, есть тормозные колодки вообще без индикаторов износа. Но сегодняшняя тема это колодки с индикаторами износа вот такого типа. Пластинка. То есть когда наша колодка уже сильно изношена, вот эта пластина начинает тереться о диск тормозной и издает неприятный скрип, который нам сообщает о том, что колодки пора менять. У каждого автомобиля фрикционное полотно имеет свой минимальный износ. То есть на одном автомобиле 5 мм минимум, на другом автомобиле 2 мм минимум. Я рекомендую посмотреть по паспорту вашего автомобиля или по информации в интернете, конкретно по вашему автомобилю, какая должна быть минимальная толщина, при котором колодку нужно уже менять. То есть вот вы до определенного уровня дошли и колодка идет под замену. И по полученным результатам, которые вы найдете, вы должны выставить пластины. То есть что у нас получается? Обратите внимание, вот две колодки, две с пластинами. Смотрите, вот эта пластина на этой колодке, она практически заподлицо с плоскостью. Да вот, заподлицо с плоскостью. Чуть-чуть там может быть, на миллиметрик, может быть того меньше. А эта выступает, видите, как сильно. То есть мы должны пластины регулировать. Если мы знаем, что минимальная толщина полотна у нас должна быть 2 мм, значит пластина у нас должна выступать на 2 мм. Мы должны подставить линейку или штангенциркуль, вот таким вот образом, и выставить пластину. То есть мы подгибаем пластину, и таким образом мы выставляем необходимый минимальный зазор, после которого начнется скрип. То же самое делаем со второй колодкой. Это делать нужно обязательно. Многие это игнорируют, и поэтому получается так, что на автомобиле, где установлена пластина и индикатор износа, может начать скрипеть раньше, чем на другом колесе. Поэтому нам необходимо выставить, чтобы они были одинаково согласны тому, что нам дают паспортные данные. То есть мы посмотрели, что у нас там, допустим, 2 мм, и мы выставляем нашу пластинку на 2 мм. Подогнули ее, если нужно, в одну сторону. Вот сейчас уже тут у меня почти 4 мм. Выставляем так, как нужно. Вот мало уже, уже 1 мм. Вот я выставил порядка 2-2,5 мм. Я считаю, что для моего автомобиля это идеально. Выставляем одинаково, что на этой колодке, что на этой колодке. После чего мы их можем устанавливать на свой автомобиль. И тогда будет у нас работать все нормально. И не будут они раньше у нас свистеть, чем нужно. Колодки будут изнашиваться до того момента. То есть мы будем знать уже, когда нам нужно менять колодки. Когда колодки износятся до своего минимального уровня. Если вам понравилась эта информация, не забывайте поставить палец вверх. Не забывайте подписаться на канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!